МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Неделя на Дону расскажет, как изменилась жизнь в регионе в студии Анастасия Натальевич. Донской урожай, вид сверху. Уже больше 20 лет работаю директором, такого урожая не было, это первый раз. Надежда Савченко, первое слушание. Я считаю, это обвинение в принципе абсурдным. Семейный огород размером с агрофермом. 100 гектар, короче, мне дали в аренду, короче, и потихоньку. Гуково и Зверево в ожидании воды. Встречаем огромные трудности в части прохождения, скала. Нужен гол. Ростов перед встречей с Краснодаром. У нас потихоньку происходят изменения в команде, добавляются новые игроки, поэтому я думаю, что в этом плане нам еще есть куда совершенствовать. Главные новости этой недели пришли с полей, причем самые оптимистичные. Капусты хватит, а также моркови, картофеля и лука. Уборка урожая овощей в самом разгаре. Наша съемочная группа побывала в хозяйстве Веселовского района, где планируют собрать по 10 тысяч тонн картофеля и лука, по полторы тысячи тонн капусты и моркови. Обильные дожди способствовали хорошему урожаю. На данный момент в Ростовской области собрано 80% урожая овощных. Общий объем производства овощей в последние три года составляет где-то от 650 до 710 тысяч тонн. В основном, конечно, проблемой обеспечения овощной продукции является овощеводство закрытого грунта. Несколько у нас в связи с определенными сложившимися социально-экономическими условиями, конечно, развитие тепличных комплексов несколько сдерживается, но вместе с тем мы планируем производство овощей с закрытого грунта в пределах 21 тысячи. На Дону хватит и хлеба. Сверху видно все. Зеленые клетки – это подсолнечник и кукуруза, а желтые уже отдали свой урожай. Уборка в южных районах области завершена. Уже собрано около 7 миллионов тонн ранних зерновых. Хорошие виды с неба подтверждаются на земле. Сдержанная радость – такое общее настроение. Но уже можно не бояться сглаза. Урожай в закромах. Уже больше 20 лет работаю директором, такого урожая не было. Это первый раз. В прошлом было ниже, да. Примерно на 5 центеров за гектаром было ниже. В этом году будет больше 42-х – это только по пшенице. А у меня и около 10 тысяч по севу пшеницы. В хозяйстве Донское самые крепкие поля – до 75 центнеров с гектара – убрали первыми. Берегли каждый колос. И вот последний проход комбайнов. Из-за дождей сроки уборки затянулись. И вот поле не золотое, как обычно, а с серым как бы отливом. Сорт Тани, посеянный по нулевой технологии, дал всего лишь 35 центнеров с гектара. Хотя урожай в этом хозяйстве обещают быть рекордным. «Подарок неба» говорят об итогах жатвы хлеборобы. И прощают дожди и бураны, снизившие суперрекордный сбор зерна. У механизаторов свои рекорды. 12 часов за баранкой, весь световой день. И так уже месяц. Получше дона. Потому что тихо, спокойно уже. Все новое, просторное. Во время уборки руководитель не стрижется. Есть и такое поверье. Потом уж вымоются, наведут лоск и, как следует, отпразднуют. Татьяна Бочарова, Станислав Фоменко, Надону. Надону на этой неделе произошла массовая гибель пчел. Жители Неклиновского, Веселовского и Зерноградского районов обратились в ветлабораторию с одинаковой проблемой. После исследований специалисты обнаружили, насекомые отравились агрохимикатами. По словам сотрудников ветслужбы, одна из причин падежа пчел не согласована с действием владельцев земли и пчеловодов. Нужно обязательно заранее, за 4-5 дней оповестить местных общественных индивидуальных пчеловодов о запланированных мероприятиях, о средствах защиты растений, которые будут применены в сроках и зонах их применения. Если информация до населения не доводилась, потерпевшие могут обращаться в правоохранительные органы. Селфи ценой ранения в грудь. Происшествие недели. Двое отдыхающих на водоеме в хуторе Новорусске Ростовской области решили сфотографироваться на фоне украинского пункта пропуска Красная Таловка, откуда военнослужащий крикнул им «Стой!» и открыл стрельбу. Один из отдыхающих получил ранение в грудь. Пострадавшие остановили машину и попросили доставить их в больницу. По граничному наряду, несущему службу на автомобильном пункте пропуска Волошина, подъехал легковой автомобиль с тремя местными жителями. Водитель автомобиля обратился с просьбой в оказание медицинской помощи пассажиру, находящемуся в салоне. В ходе осмотра пассажира у него обнаружено огнестрельно проникающее ранение грудной клетки. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Сейчас по данному факту проводится проверка. Жители приграничных районов просят не фотографироваться ближе 5 километров от госграницы. Новости, о которых говорили на этой неделе. Дело Надежды Савченко начали рассматривать в городском суде российского Донецка. В этот день местным жителям не разрешили парковаться возле здания суда. Парковочные места заняли два спецавтомобиля ОМОНа. Европейским представителям общественных организаций вместе с журналистами пришлось ожидать на улице. Место первого слушания сразу вызвало недовольство адвокатов подсудимой. Защитники подали ходатайство о передаче дела в Москву. Мы считаем Савченко невиновной, поскольку об этом есть доказательство ее невиновности в самом деле. Это касается как обвинения ее по статье 322 ч. 1 о незаконном пересечении границы. Я считаю это обвинение в принципе абсурдным. Гособвинитель пожелание поддержал. Решение в течение 10 дней примет Ростовский областной суд. Напомню, гражданку Украины обвиняют в убийстве, покушении на преступление и незаконном пересечении госграницы. До решения Ростовского областного суда о месте проведения слушания Савченко будет находиться в СИЗО Новочеркасска. На этой неделе стало известно о последователях Сергея Мавроди в Таганроге. Строители пирамид обманули земляков на 14 миллионов рублей. А в Ростовский аэропорт взяли на работу ястреба Тетеревятника и Сокола Балабана. Теперь в отряде, который распугивает ворон и воробьев, представляющих угрозу для самолетов, 7 хищных птиц. На этой неделе Василий Голубев подал документы для регистрации в качестве кандидата на должность губернатора. В областной избирком он принес два пакета документов. Первый, самый объемный, содержал подписи муниципальных депутатов и избранных глав муниципальных образований, которые поддержали его кандидатуру. А второй документы на трех кандидатов в Совет Федерации от Ростовской области. Кандидат, победивший на выборах, направляет в Совет Федерации одного из этих представителей. 10 дней у избирательной комиссии Ростовской области на проведение проверки всех этих документов. Наша задача обеспечить тщательнейшую проверку всех документов для того, чтобы избиратели имели максимум достоверной информации. Подал документы на регистрацию кандидат в губернаторы Николай Коломейцев. Первый секретарь Ростовского обкома КПРФ готов побороться за власть на Дону. Его коллеги привезли подписи депутатов из муниципалитетов. Их необходимо было собрать не менее 257. Даже нам, коммунистам, у кого, скажем так, наибольшее представительство после Единой России, было сложновато собирать эти подписи, потому что, ну, лето, сами понимаете, депутаты не все на местах. Поддержали Коломейцева и представители других партий. Теперь, после прохождения регистрации, начинается агитационная работа. Жители ознакомят с подробной программой кандидата. Кроме того, в выборах участвует депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Михаил Емельянов, представитель ЛДПР Иван Новиков и кандидат от регионального отделения партии пенсионеров России Иван Колесников. Масштабный контроль выборов. Под таким лозунгом председатель обл. избиркома обсудил с правозащитниками совместную работу на выборах губернатора Ростовской области 13 сентября. Правозащитники планируют посетить максимально возможное количество избирательных участков области. С августа начнут свою работу горячей линии обл. избиркома и общественной палаты области. Новшество этой кампании – собственная горячая линия правозащитных организаций. Будут, надеемся, поступать и предложения по совершенствованию законодательства, и, соответственно, те, вполне вероятно, нарушения или недостатки, которые будут. Мы также отчетливо понимаем, что на муниципальном уровне члены комиссии могут в каких-то местах подвергаться давлению со стороны отдельных должностных лиц, местных администраций или своих непосредственных руководителей. Этого нельзя исключить ни в одной стране мира. И в этой ситуации мы очень рассчитываем именно на вас, общественников, правозащитников. В наблюдении традиционно будут участвовать Комитет за честные выборы, Лига избирателей «Ростов», «Голос» и многие другие. К работе в качестве наблюдателей будут привлечены специально обученные молодые активисты. Семья сильна, когда над ней крыша одна – права русская пословица. Особенно, когда эта крыша над головой есть, а дом – полная чаша. На этой неделе мы познакомились с удивительно трудолюбивой семьей из Семикаракурского района и посмотрели, как обустраивают жилье на селе с помощью жилищного сертификата. Расскажем обо всем по порядку. Смотрите и не удивляйтесь, ферма в сельской глубинке выглядит сегодня так. Цветник – дело рук фермера Виктора Андреевича и его супруги Натальи Петровны. А еще за их плечами шестеро детей, девять внуков, две тысячи гектаров пашни и почти две сотни голов крупного рогатого скота калмыцкой породы. Они редко пускают сюда посторонних, берегут свое хозяйство. Слишком непросто оно им досталось. Начинали с пятью десятью сотками своей земли и единицей техники – мотоциклом «Планета». Дети росли, их нужно было кормить и ставить на ноги. Начинал я с 2001 года, короче, из 100 гектаров, короче, мне дали в аренду, короче. И потихоньку, видя результаты, видя труды, которые я влаживал себя, вся семья трудилась, короче, я это все видел, короче, и с нарастающим итогом, короче, это так и шли вперед. В переломный момент поняли, без больших вложений развития ждать придется долго. Потом было непростое решение, кредиты в миллионы рублей, работа в 16 рук от зари до зари. Результат – самая настоящая, семейная ферма. Для тех, кто хочет работать в селе, но чего-то боится, у Виктора Андреевича есть ответ. Сегодня, исследуя все события, которые происходят в нашей стране, хотелось бы даже выразить отчасти какие-то слова благодарности за эту стабильность, которую уже мы как видим и живем в ней. В отношении того, что сегодня, например, мы пережили 290-е годы, когда не было кредитов, не было возможности развиваться. Сегодня, чтобы развиваться, конечно, есть все для этого. В банке, например, лично для моего предприятия я не вижу никаких проблем. Главный принцип большой семьи – хранить яйца в разных корзинах. Экспериментируют с сортами, выработали свои технологии, выращивают разные сельхозкультуры. Новое поколение остается с родителями и пополняет семью. Зять Максим из города поехал за любимой в деревню. И у меня всегда было желание переехать и жить на земле. И получилось так, что женился. Моя супруга Лена, она самородом из деревни. Занимаемся, работаем. Собрать для сюжета всю династию не получается. С таким хозяйством дел не в проворот. Виктор Андреевич и Наталья Петровна семейные дела летом обсуждают, в основном на клумбах, ранним утром. Говорят, главное, что нужно сегодня для семьи – здоровье и мирное небо. Для хозяйства добавляют кредиты подешевле. А жалеют только об одном – еще бы сыночка и парочку дочек. 70% от расчетной стоимости жилья компенсирует государство молодым семьям на селе. По жилищному сертификату можно купить квартиру на вторичном рынке, а также построить свой дом. Кроме того, государство берет на себя расходы по водоснабжению, газификации, благоустройству детских и спортивных площадок. Новые улицы с аккуратными домами в несколько рядов – показатель устойчивого развития сельских территорий. По этой программе сюда заселились новоселы. Деньгами из бюджета помогают построить или купить новый дом. Это социальная выплата. Человек предоставляет в администрацию района пакет документов. Одно из условий – что он нуждается, то есть у него нет собственного жилья, либо не участвовал в приватизации. Второе условие – имеется 30% своих собственных от расчетной стоимости жилья. Ну и обязательно проживание в районе. Молодые семьи и молодые специалисты – те, на кого рассчитана господдержка. В семье Корольковых обоюдное решение жить и работать в селе, двое сыновей и долгожданная благоустроенная радость в несколько комнат. Наш первый собственный дом. Конечно, были счастливы, что и наконец своя крыша на голову появилась. Дети довольны. Ну вот потихоньку пока обустраиваемся. Таких семей в Ростовской области почти 6 тысяч. Проект действует больше 10 лет. Правда, за последние годы все больше уходят от покупки вторичного жилья. 80% средств направлено на строительство жилья, только 20% на приобретение. То есть, понимаете, к чему все идет. Возможно, что через год, через два вообще будет отменена категория приобретения жилья, будет только строительство. Приобрести собственное жилье с бюджетной помощью можно и в таких домах. Строительство квартир – тоже часть программы. Сергей Мирошниченко, Валентина Колесникова, Станислав Фоменко. На Дону. В завершении семейной темы недели расскажем о дворянском имении в селе Ново-Лакедимоновка Азовского района. Подворье принадлежало семье историка 19 века Александра Лакьера. Местные школьники воссоздали имение в виде макетом. Сейчас историческое место в аварийном состоянии, но жители села очень надеются на реконструкцию старой усадьбы. Историк Александр Лакьер посвятил свою жизнь изучению русской геральдики. Теперь жизнь его семьи изучают ученики Ново-Лакедимоновской школы. Имение «Золотая коса», расположенное на побережье Таганрогского залива Азовского моря, полтора века назад было вершиной архитектурного искусства. Досталось супруге Александра Лакьера в качестве свадебного подарка. Макет имения изготовили учащиеся. Исследовательский проект занял одно из призовых мест в федеральном конкурсе школьных музеев. На макете выстроено все имение с центральными зданиями, с его постройками вообще, какие у него были. Поподробнее, если сказать, то здесь был конюшный двор, потом подвал ледник, куда свозился лед, и его глубины хватало, чтобы лед таял медленно в течение всего года до следующих холодов. Мельница на мысу. После революции хозяева уехали за рубеж. В советские годы замок превратился в сельский клуб. Сегодня это муниципальный участок земли. Он имеет не только археологическую и историческую ценность, но и большую роль в жизни местного населения, потому что из четырех клубов поселения, которые раньше были, осталось только два. Сегодня единственный действующий культурный центр здесь – школьный музей. Хотя даже небольшая экспозиция помогает поддерживать и развивать знания о родном крае. Мечтают, конечно, о большем. Мы должны в детях культивировать стремление и желание изучать свое прошлое, гордиться им и прославлять свою страну, свою родину, свою малую родину, в конце концов, свой малый населенный пункт, который хоть и мал, но благодаря этому исследовательскому проекту о нем узнали во всей России. Чтобы от изучения истории перейти к конкретным действиям и восстановить памятник, подчеркивают в министерстве, нужно начать с проектно-сметной документации. Жители села Новолокедимоновка надеются, что власти заинтересуются инициативой и помогут сохранить историю. Елена Баранникова, Юрий Бабенко, На Дону. В жарком Ростове активно готовятся к холодной зиме. Котельные Первомайского района города практически готовы к отопительному сезону. Заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ посетил два объекта на проспекте Шолохова и на улице Вятской. Последняя котельная обеспечивает теплом 43 жилых дома, 8 детских садов и 4 учебных заведения. Ремонт произведен в полном объеме, 4-х котловое экспертное диагностирование. В принципе, котельная к отопительному сезону, можно сказать, что уже готова. Активно ведется и перекладка теплотрасс, так как на улице Штахановского трубы будут проложены уже к концу этой недели. Общегородская подготовка к зиме, как отметил Владимир Арцебашев, идет ускоренными тембами. У нас отопительный сезон закончился 18 апреля. То есть 18 апреля мы с вами начинаем и 15 октября мы должны завершить. Мы находимся где-то в середине этого временного графика, поэтому 50-60 процентов, на мой взгляд, это вполне нормальные показатели. Всего к октябрю городские коммунальщики отремонтируют почти 2 километра теплотрасс и 34 километра тепловых водов. А жителям Зверева обещают, что проблемы с водой останутся в прошлом. В октябре запустят новую нитку Гундарова-Гуковского водопровода, ведущего в сторону города. Его протяженность составит почти 17 километров. Строительство идет с опережающими темпами. Уже сварено больше 15 километров новой трубы. До начала отопительного сезона все работы должны быть полностью завершены. Встречаем огромные трудности в части прохождения, скала. Достаточно трудно продвигается объект. Но в то же время окончание его было запланировано на 17-й год по контракту. А в этом году мы уже его заканчиваем, в 15-м году. Гундарова-Гуковский водопровод, построенный еще в 50-е годы прошлого века, обеспечивает водой жителей Гукова и Зверева. Его износ 90 процентов. За этот год произошло уже 70 аварийных ситуаций. На его смену пришел новый водовод протяженностью 52 километра. Каждую неделю новое о подготовке к Мундиалю 2018 года. Около тысячи ростовчан будут работать волонтерами во время Чемпионата мира по футболу 2018. Это будут добровольцы информационно-туристического направления и волонтеры фестиваля болельщиков. Главная задача – создать доброжелательную и гостеприимную атмосферу спортивного праздника. Благодаря Мундиалю в Ростове появится 6,5 тысяч платных парковочных мест. На первые 15 минут парковочное место можно будет занять бесплатно. Открытие Ворошиловского моста перенесли на 11 августа. Сейчас мост готов на 99 процентов. Ведутся дорожные работы и перекладка ливневок. Обустраиваются подходы. После ввода в эксплуатацию этой части моста на выезд из города будут работать две полосы. Третью планируется использовать для строительных нужд. На этой неделе футбольный клуб СКА провел первый домашний матч в чемпионате России. К сожалению, донские армейцы были разгромлены коллективом «Краснодар-2» со счетом 0-3. Вчера на гребном канале «Дон» стартовал финальный этап седьмой летней спартакиады учащихся России по гребле на байдарках и каноэ. Свои экипажи заявили 37 субъектов Российской Федерации. Ростовская область традиционно претендует на первые места. Первые медали разыграют уже завтра. Соревнования продлятся четыре дня. А у донских гандболисток после удачного сезона в разгаре подготовка к новому, еще более сложному. Но праздничные мероприятия, связанные с золотом Суперлиги и победой в Кубке страны, продолжаются. Если бы не драгоценные кубки со спортивной символикой, сложно было бы сказать, что чествуют не топ-моделей или королев красоты, а мастеров ручного мяча. Прически, макияж, потрясающие платья, туфли. Правда, некоторые девушки любимой спортивной обуви не изменили. Снова ощутить победные эмоции помогает фильм о последних знаковых событиях из жизни донского гандбола. У болельщиков ностальгия будет по игрокам, которые покинули команду. К примеру, Оксана Светанько. Теперь элегантный полет шмеля, так ласково называли гандболистку, мы больше не увидим. Да, я закончила вообще карьеру со спортом полностью. Я нигде больше выступать не буду. Ну, как сказать, наверное, как бы я уже спокойно отношусь, но когда вижу ролики, девчонок, ностальгия есть. Естественно, я буду следить, и когда они будут приезжать в Краснодар, я всегда буду ходить. Будет возможность приезжать сюда, они, в принципе, не очень далеко. Помимо Светанько, благодарственные письма из рук Василия Голубева получили 13 гандболисток и тренер Татьяна Березняк. А знаком губернатора Ростовской области во славу донского спорта наградили генерального директора клуба Антона Ревенко. Сегодня, в этот день, когда мы договорились о том, что еще раз выскажем вам слова благодарности, я хотел бы вам пожелать успехов в этом движении, в движении на покорение высот, в движении ради спорта, в движении ради тех людей, которые любят этот спорт. Поэтому спасибо вам большое, успехов вам и новых побед. В новом сезоне у ростовчанок будет еще более мощный состав. Уже приехала на Дон двукратная олимпийская чемпионка Катрин Лунде. Самая титулованная спортсменка в истории российской женской суперлиги. А пару дней назад, неожиданно для многих, ряды коллектива пополнила Анна Седойкина, пятикратный триумфатор чемпионатов России. Ну, когда я только приехала, как бы, многие, Седа, это ты, вот так, но, в принципе, встретили меня хорошо, потому что мы все знакомы, все обрадовались, что просто были удивлены меня увидеть, скажем так, ну, обрадовались. Теперь главному тренеру предстоит сделать непростой выбор, ведь во вратарской линии команды сразу пять киперов. Возможно, свое решение Ян Лесли озвучит после контрольных евротурниров, на которые донские красавицы отправятся уже 18 августа. Лев Клинов, Юрий Санкин. На Дону. В это воскресенье на стадионе «Олимп-2» ожидается южное дерби. В третьем туре чемпионата России по футболу Ростов примет Краснодар. Курбан Бердыев изолировал команду от внешнего мира. Даже четвероногие поклонники «желто-синих», тайно пробравшись на базу клуба, получают отворот-поворот. Тренировки Ростова проходят под грифом «секретно». Как показывает практика, это приносит свои плоды. Донской коллектив в первых двух турах не потерпел ни одного поражения. Ничья дома с Териком и победа на выезде с Уфой. Сейчас только начало чемпионата, и у нас потихоньку происходят изменения в команде, добавляются новые игроки. Поэтому я думаю, что в этом плане нам еще есть куда совершенствовать. В принципе, старт достаточно удачный, хотя грех жаловаться. Может быть, с Териком могли рассчитывать на больше, но в двух матчах 4 очка, старт удачный, жаловаться не будем. В матче с Уфой ростовчане проявили характер. Несмотря на плохое качество газона, вырвали победу. Отлично провел эту встречу южнокорейский форвард «желто-синих» Юбин Су. Два года он оставался в тени, и вот теперь получил шанс воспользоваться им. Нынешним летом донская дружина полностью закрылась от всех. Скудной информацией из стана команды поступала очень редко. Земля полнилась слухами. Уже на старте сезона руководство клуба стало щедро одаривать новостями. Главной темой для обсуждения стал переход в Ростов, Сесара Наваса и Кристиана Набоа. Это очень хорошие игроки, и они это доказывали своей игрой в рубине, поэтому однозначно это очень хорошее усиление для нас. И тем более они знают требования главного тренера, это очень важно, то есть меньше времени нужно будет тратить на их вливание в игру. Если Набоа не провел за Ростов пока ни одного матча, то Навас уже успел продемонстрировать свое мастерство в играх с Терихом и Уфой. Испанец очень быстро нашел общий язык с партнерами по команде. В клубе очень хорошая атмосфера внутри команды, чувствуешь себя как в дружной семье. Персонал Ростова технический, медицинский, каждый из них мне очень помогает быстрее адаптироваться. Я чувствую себя хорошо в городе, я живу еще не так много времени. Сейчас пока только тренировки, от тренировки до отеля пока особо не видел города. Но я чувствую, что здесь футбольная атмосфера очень хорошая. Меня узнают на улицах и выражают сильную поддержку. Еще одна приятная новость. После долгих переговоров все же удалось договориться об аренде Сердара Азмуна. Иранец появится в стартовом составе на матче с Краснодаром. Это еще не все. По словам вице-президента Ростова Александра Шикунова, необходимо усилить две позиции. Одна из них – вратарская. Готовится команда к игре с географическими соседями в обычном режиме. Курбан Бердыев традиционно особое внимание уделяет тактике. Перед каждой тренировкой полчаса – теоретический разбор полетов. А уже потом – физические нагрузки до седьмого пота. Футболисты с усердием выполняют все задания наставника. Матчи с краснодарскими клубами вызывают особый интерес у болельщиков. Как-никак – южное дерби. Настраиваемся, конечно. Я не скажу, что на самом деле по-особому. Просто хорошая игра с хорошим соперником. Дома всегда приятно. Поэтому будем стараться, наверное, победить и приложить к этому максимум усилий. На сегодняшний день лазарет команды пуст. Все футболисты в полном здравии. Настрой запредельный. Ответственно к предстоящему поединку подходят и болельщики. Ожидается, что большой десант краснодарских поклонников высадится на берега Дона. Так что без оглушительной поддержки в этот день команды не останутся. Ну а кто сильнее, игра покажет. Роман Саганов, Юрий Санкин. На Дону. В субботу на Дону отмечают Международный день Тигра. Ростовский зоопарк поздравляет усатых полосатых обитателей вольеров и готовит праздничную программу. А в воскресенье в Ростове в 10 утра в парке Горького – молодежная акция «Мы верим в тебя, солдат», посвященная 85-летию ВДВ. Организатор акции – Комитет по молодежной политике Ростовской области. Так менялась жизнь на Дону. Наблюдаем за следующей неделей. Я, Анастасия Натальевич, с вами прощаюсь. Далее погоды на Дону. Обычная, как раскалится воздух в эти выходные и погода на рынке платных услуг. Жители Дона стали больше внимания уделять здоровью и физкультуре и готовы платить за это. Сразу после выпуска подробнее. До свидания. Ростовская область Воскресенье А теперь о погоде на потребительском рынке. В текущем году наиболее динамичный развивающийся сектор потребительского рынка Ростовской области – рынок платных услуг. По данным Ростовстата, объем услуг, предоставленных населению нашей области в первом полугодии, увеличился почти на 3%. Причем Ростовская область входит в число наиболее благополучных в этом отношении регионов, в то время как в целом по стране отмечено снижение объема платных услуг. Рассматривая тенденции формирования объемов платных услуг по видам, отметим, население Донского края стало уделять больше внимания своему здоровью и физическому развитию. Это подтверждается увеличением спроса на медицинские услуги, санаторно-оздоровительные, туристские, услуги физкультуры и спорта. Их объемы за полугодие возросли на 6-15%. Ростовская область по праву считается культурным центром, о чем свидетельствует востребованность услуг учреждения культуры, объем которых вырос на 7%. Все большую заботу жители области проявляют о своих любимых питомцах. На ветеринарные услуги отмечен максимальный рост – более 30%. Несомненно, наиболее приоритетными среди населения являются бытовые услуги, которые необходимы нам в поседневной жизни. Так, в первом полугодии текущего года более чем на 20% возросли объемы услуг химчистки. Автомобиль же перестал быть предметом роскоши. Это доказывает стабильный рост числа легкового транспорта и спроса на услуги по ремонту и обслуживанию транспортных средств, объемы которых в этом году увеличились почти на 18%. У прекрасной половины населения области, по статистике, существенно повысился интерес к парикмахерским и косметическим услугам почти на 13% в первом полугодии. А это лишний раз подтверждает, что донские женщины – одни из самых красивых в России. Информация предоставлена Ростов-Статом. Хорошей вам погоды на выходных. До свидания.